Ветерок, но не так холодно, как ночью. Ну, здравствуй, Далат. Теплицы у нас тут какие-то. Покажи, покажи. Лайя вон достала свой вентилятор холодный и убрала в шкаф. Говорит, не буду с собой брать. Собираем эти рюкзаки себе. Думаем, что взять, что не взять. Один, один мне оставь, чтобы мне тяжело было. Все теплое разом. Почему? Собирайся. Готовы? Готовы, 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 Готовы. Нет, поехали, пойдем покупать вещи теплые. Готовы, Готовы, Готовы. Думаю, готовы. Готовы, Готовы. как минимум, может быть, банан будет хороший хот-пек, да, пойдем гулять, шоппинг, шоппинг, я готов, пойдем, джин, ладно, ехать, банан, или может быть, один нот, для вас есть парень, ну, ты попробуй, по всему силу, я уже съел, А, вроде да? А, вроде да, окей Как твоё Панва с Саусом Рея с Саусом Рея с Саусом Я думаю, что тебе не надо по секунду Холодно Прям как будто 10 Мне нужна шапка сушать Бай-бай Пойдём за шапкой Пойдём за шапкой Это мой макет Когда я спрашиваю Лай-лай всем Пойдём одеваться Пойдём Это у нас большой балкон Пойдём? Да Да Кушатьфууууууууу Мы выползли из номера Верни, как мы выползли Нас. можно сказать в вынудили Пришли Говорит мы убираться у вас будем Я говорю, не надо убираться Ну дайте мне второе одеяло Нам дали второе одеяло Anongre что-то еще что-то вот и мы спустились на ресепшен я спросили у тетки говорю а кушать тут где можно горит в мотобайк и горит я дороге мотобайка горит на ресепшене такие нормально подошли к девочке вот она взяла у меня права там эти все международные так далее сфотографировала и что-то там общается потому что как бы проблем вообще с вьетнаме во вьетнаме с мотобайками в аренду нет но допустим все кого мне удалось найти через чат русские ребята они сдают очень паршивые мотобайки найдешь но дешево ну то есть там за сто тысяч это сколько четыре доллара три доллара в сутки а тела или еще что-то но он такой раздолбанный то есть мы на таких уже наездились когда мы экономили очень сильно мы прям выбирали что-нибудь подешевле то есть чтобы вот а сейчас хочется ну нормально я чуть-чуть под жопкой удобненько было то есть вообще уже на машину слюни пускала потому что холодно ветрено и думаю может приятнее будет но никто мне не ответил про аренды машины ну и ладно так что ждем пока девочка на ресепшене что-то там нам про байки узнает скажет что там как там и поедем завтракать время про 12 тла его заточила банан 12 чтобы у нее там ничего это кишки друг друга не поели это у меня там жировых отложений мне кажется намного суток хватит у нее нет вот так что такие у нас дела не хочется вроде никого обязать но я бы назвала их тупенькими потому что они говорят что если у вас написано английскими буквами драйвер lessons значит эти права только для машины но мы его послали на пошли дальше ну вернее мы никуда не посылали я просто развернулась ушла а лай сказала дядя 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 вот так что идем искать чё как лайк говорит я не полечу случайно от такого ветра мы пришли слое приехали вернее расскажу все по порядку на самом деле снимать если честно в падлу давай говорит бери камеру и снимаем поэтому делюсь во первых у меня болит голова прямо болит болит у меня тоже очень болит голова возможно из-за смены погоды возможно что мы прилетели очень поздно возможно еще из-за чего-то но голова болит вот время 12 мы еще не ели то есть в гостинице сказали что нам сдадут мотобайка а потом эти не очень умные люди сказали что мои права почему-то не канают для мотобайков хотя там черным по белому написано но я уже говорила возмущалась на телефон поэтому ладно оставим эту тему я думаю что мы без проблем найдем мотобайка еще лучше и все что не делается все к лучшему просто нужно немножечко мне самой себя как поменять то есть когда у меня вот такое накатывает мне сразу все прям плохо и бесит то есть мне не хочется ни с кем разговаривать мы вызвали такси он долго ехал три минуты вот я начала уже беситься ну как беситься понятно что я там ничего руками не махала но мы туда сели там воняет а вот это все она как бы накладывает все на друг на друга и я понимаю что вот стоит мне сейчас поддаться вот этой вот какашечности и все пойдет на смарку но если я сейчас возьму и сама переделаю свою свою как это свой свой реальности с помощью лая нам не всячески помогает вот пытается меня там то кактусом не показывает то еще чего-нибудь у нее тоже болит голова но собственно спасибо ей за вот такую поддержку мы нас высадили в центре высадили но мы просто забили центр и центр вот напротив вот этого вот большого какого-то здания возможно что это не знаю вот мы прям сразу увидели вывеску фобо супчик и вьетнам вообще славится этими своими супчиками он очень такой простой никакой но вкусный наваристый там макарошки ну короче то что доктор прописал потому что есть какую-нибудь жирную пищу или там хлеб какой-нибудь или рис у меня допустим мясо еще там у меня вот просто не лезет ну я не смогу в себя ничего сейчас не запихнуть кстати воды надо купить воды я думаю что еще проблема в том что мне не хватает тут воды я почему-то ее не пью вообще не пью то есть обычно я выпиваю там папой по 6 литров я не знаю поскольку но много по 5 по 4 в день а тут я получается свою вот эту вот 4 бутылочки дотянула до утра до сегодняшнего по 0 6 двое суток за трое на и с собой носить тяжелое тоже что-то не хотелось ну короче я не знаю чё ну вот это такие по чуть-чуть по чуть-чуть складываются моменты плюс вроде холодно но вроде не холодно я одеваю куртку я понимаю что мне все вон там начинает потеть что мне короче в ней жарко я снимаю куртку такая прохлада так хорошо ветерок опять дунул опять холодно ну короче вот такой вот этот климаты и я знаю прекрасно что сейчас немножко тело адаптируется и все будет вообще замечательная шоколадно то есть но это прекрасный климат я люблю такую погоду лая меня так веселит она показывает что и нравится но у нас правда хорошая гостиница хороший номер хоть и она насупилась на эту девку вот ну кстати я ничего не сказал я вообще умничка я я уже я уже очень долго не очень много много времени ну то есть не выражаю вот эти свои негативные чувства на на людей и всячески их убираю своей головы очень быстрое время то есть ну как бы мне в принципе действительно хватает небольшого количества времени просто сейчас усугубляется все больной головной боли у меня вот отсюда вот досюда прям как будто давит даже до тошноты прям нашу еще это машина вонючая вай говорит не воняет нам принесли супик так что мы сейчас покушаем и я думаю что все сложится наилучшим образом мы пойдем гулять найдем мотобайк все все будет хорошо и все будет прекрасно но пока нам надо поесть попить может быть кофеек зайдем попьем ну то есть как бы свое чельце так скажем привести в порядок дайте я очень переживала мы когда были в закиданы в этих но тут курят все вьетнамцы ой нам принесли зеленушку ночь прикольный вид мне нравится так сидеть и кушать мы так в турции часто во вьетнаме еще где-то вот такие вот заведения мне прям прикольно вот ничего страшного так что буду я кушать будет лайк кушать горячий супчик я думаю что она сейчас поправит а потом я вам еще чем-нибудь интересное расскажу прикольно вообще реально прикольно я вам покажу я могу даже поставить наверно ну на штатив и и видюхи пилить но не буду ладно так вот такая слишком длинные серии мы кушаем в машины есть лай секретные ингредиенты это острый перец таблетки это острый острый перец которые насыпят везде чтоб ей было вкусненько сейчас я вам покажу маленькая ложечка все свое ношу с собой называется ну давай чуть-чуть я тоже буду чуть-чуть перчиком кушать ну первое выполнено я вот покушала давай еще кушает мальчик пришел ткнул сообщение о том что заплатите позже и куда-то убежал мы тут вообще одни в этом кафе я вам сейчас покажу кстати нам уж не спрашивала на неважно такая вот кафешечка тут я чё еще поговорить хотела пока пока по свежим следам вот я поняла по себе что когда у меня нахлынивает вот что-то какое-то раздражение либо еще что-то но такое негативное внутреннее состояние когда в принципе в котором многие люди пребывают достаточно долгое время там огрызаясь на кого-то там хамя там из серии а что ты не видишь там и так далее там подобное вот это вот все я про вот именно вот это то есть это ненормальное состояние я понимаю что для многих возможно это выбор жизни такой там язвительный и так далее на самом деле это ненормальное состояние так вот я поняла по себе вот эту вот одну такую очень важную для себя вещи это то что очень важно переместить точку внимания изнутри себя о том что вот тебя все такие нихера не понимаю да там вот там я не знаю и то и сё и пятое и десятое и вообще все козлы да на то что там все тебе должны все козлы как там многие в голове бывает я думаю вы лучше меня это знаете но не суть то есть перенести внимание точку внимания себя из внутри на 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 вовне я наверное не скажу как там во вне у всех но я прекрасно понимаю что у меня во вне прекрасно можно найти очень много позитивных моментов очень много что тебя может отвлечь очень много что те может переключить и вернуть то состояние покоя и радости в котором вообще люди как бы нормально если пробивает прибывают вот потому что это единственное состояние в котором стоит прибывать на может это это прибываешь в таком состоянии как у меня было там я не знаю полчаса назад когда насыпившись я там ответила лай что из серии на хрена мне камера набирать ну возьми не на телефон не снимали возьми там потом неудобно в машины и вот это вот все то есть это все исключительно из-за вот каких-то внутренних факторов наших на моих в частности там больной головы и там этой девки там которая ничего не поняла еще чего-то еще чего-то вот но по сути как бы во первых что не делается все к лучшему во вторых я думаю что мотобайк мы еще лучше найдем ну ладно сейчас потусим еще ничего придумает подвернемся и так далее все правильно все это хорошо просто главное переключить вот эту точку внимания уйти оттуда вовне потому что переключиться просто из себя бабы-яги на себя такое ну как бы только внешне может получиться внутреннее состояние ты как бы сам себя не обманешь а переключение вовне она очень способствует но я понимаю прекрасно что в таких состояниях я вспоминаю там свои какие-то старые состояния в таких состояниях не хочется не хочется то есть тебе кажется что все какашки что мир какашечные что они все неправы что никто тебя не понимает и и так далее там подобное не станет не уважая еще очень ну короче вся вот это вот мута тень это переключаешься во мне просто отвлекаешься от этого запрещая себе расчесывать вот эту вот ранку задирать вот эту штуку которая у тебя корочка и так далее это когда ты это все дело прекращаешь когда ты запрещаешь это запрещает это запрещать это горит уронили детеныш в ушах подсказал то есть я понимаю что не хочется не хочется переключаться вовне потому что как это твое игрушка задели как это тебя там не не увидели всей твоей вот этой внутренней сути хотя по сути у всех свой диафильмы никто у тебя не видит никому ты не нужен близкие понятное дело что это одно но так по сути чтобы понимать никто физически просто не может нас понять потому что у каждого свой мир свой диафильм свои мысли а вот и что у тебя там в голове ну как бы чужая душа потемки как говорится поэтому здесь самое важное то есть не усугублять эту ситуацию я помню когда там кавишка на что-то у нас обиделся он двое суток лежал не выходил из дома а потом еще и губы дул и щеки дул и очень непонятно на что но я видела что ему от этого тоже плохо но он как бы раскручивает и раскручивает и раскручивает и потом все нормально начались я уже не помню что было носу в том что это мне прямо отложилась в памяти что люди прямо просирают свою жизнь не из-за того что вот он обиделся и он будет день два час месяц год не знаю там на кого-то еще дольше ну то есть это совсем это ваша жизнь это наша жизнь как это как это просрать свою жизнь на чтобы на кого-то дуть ну это прям вообще бред поэтому ловите лайфхак просто берете себя такие говорите не нефиг и переключаетесь вовне и просто тебя любая ситуация она уводит это уже забываешь убирается значимости все хорошо становится и ты такой короче на новом слое реальности но главное захотеть самая большая проблема то что люди не хотят людям нравится трогать зуб больной язычком ну либо как называется так что вот такие вот у меня размышления мы покушали ты наелась голова болит спрашиваю как у них голова болит мне еще там вчера какие-то комментарии в фейсбуке в этом поприлетали про про то что я держу в рабах лавовскую девушку все ее надо высвобождать и вообще меня надо убить ну и так далее там подобное но как бы чувак пошел в бан очень быстро осадочек я не знаю даже остался не остался я просто себя постоянно как постоянно я первый раз об этом вспомнила после вчерашнего удаления этого все вот даже не знаю вот как это надо подумать трогает меня это вообще нет ну мне кажется не особо но нам еще пришли какие-то ребята пойдем расплачиваться и пойдем дальше может кофеечку у кого-нибудь попьем тут во всех вьетнамских заведениях во многих по крайней мере мы же не первый раз во вьетнаме во первых всегда надо голову беречь что я в ней спотыкаюсь во вторых тут такие коротенькие маленькие вернее очень сильно ступени так это все выглядит снаружи в такой надпись мы увидели он там сидели пойдем гулять оставила мальчик с чаевыми день уже до везде есть кофе а горит тут тоже есть кофе хочешь пойдем прогуляемся просто ой горит я забыла с утра и через дорогу переводить это я тут нормальным перехожу я еще немножко как и всем нормальным людям страшно да он такой у нас вьетнам лотари какие-то да давай купим у меня своя watch на самом деле у меня после вчерашнего очень сильно набухла эта штука я просто таскала рюкзаки и в рюкзаке эти чемоданы и прямо нам вздулась у меня с утра и что такие это мне дашь по моему совету тут мне советовал на на темную чтобы она посинела посмотри если за локова вот говорит если замотать то может вообще пройдет так что попробуем чё шапки вон хочешь шапку пиу 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 а тут прям шопинг-молл какой-то сейчас выберем какое-нибудь приятное место с вкусным кофейком а ты не видишь нигде аренды методика другой две то есть кафе кафе — чтобы купить OSTO бела только по моему пиу 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 раздражение и парень-пиу локу пиу пиу, под Five Mereeв, четыре на мути струк-пиу пиу пиу, купить чё платиتي, переехать на пределах зерказ, кафе 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 — мы можем сиди, можем пиу пиу, но мы можем Давай, давай! Я пока камеру открыла, Лайтом опять танцевала. Музычку услышала и такая Рарри, Рарри, ну покажи, Родь, ты такая у меня классная, давай! Чем нравится? Это Лена? Это Лена? Как? Как мне дают? Так? Вот так? Вот смотри, какая машинка. Колесики прикольные. А, пизду. Да чё лого-то? Дешёвая машина, не? Я, короче, не разбираюсь в машине. Давай купим. Да, ну логотип Кудо, Кудо. Крутой, да, мазочки. Ой, котик. Лай разговаривает с котиком, и котик ушёл. Говорит, вьетнамские коты не разговаривают с ней. Мы вообще на самом деле в поисках аренды мотобайков. Ну как, на карте почему-то рентал один показывает очень далеко, но нам сказали, что в центре, по идее, их много, поэтому мы просто гуляем в центр. Но мы и так вроде в центре, к ночному рынку мы гуляем. Смотри, как деревья этот домик расписан. Красота. Тоже какой-то отель. Многие реагируют на холод с детства, как только у них начинались какие-нибудь холода. Ну там же в деревне всё равно холодно. Плюс нет уже ничего, чтобы даже носков не было у них. Пойдём. Там какой-то мужик сыт, она говорит, не хочу туда ходить. Вот она, секунду. Говорит, не хочу видеть, что некрасиво. Вот. И у неё на ручках и на ножках каждый год от холода были такие... Снэйк. Снэйк, она говорит. С змеёй себя называла. О, да. Да, вода прикольная, потому что, да, меняла кожу. Пойдём. Не прыгать не будем, пойдём, пойдём. Вот. А сейчас с помощью, кстати, русских средств, препаратов. Там цинковой массе и ещё что-то. Маловит, по-моему. Ну, не важно. Вот. Всё это дело вылечили. Это, кстати, Ларисе спасибо. Мы работали в МТТ ещё с девочкой. Вот. Она увидела мой пост и прямо написала, и прямо реально помогло. И у них у всех там генетически очень многие в деревне это заболевание. И сейчас там уже десяток мы тоже уже вылечили. Привозим эти лекарства и лечим. Деревенских там и племянниц, и просто каких-то её подружки. Денег не вберём. О, недорогой. О-о-ой. Холодно тебе? Холодно тебе? Эти так кофту хочешь? Вот. А сейчас она говорит, что холодно началось и... Этёня вообще не останавливалась. Холодно началось, и у неё ноги... Что-то продаёт? Чешутся, как будто ноги. Вот. Да, сейчас найдём в аренду мотобайки. Ага. Пойдём. Говорит, помнишь, мы туда ходили? Неудобно ей. Чешутся, да? Или как? Да, она перед чешутся. А у тебя нет у с тобой кремиков? Хочешь, мы спросим в аптеке? Да, здесь нет. Мама, мама, спасибо. Мы не едем в аренду мотобайки. Нет, спасибо. Вот, пойдём там. О, ладно. Нам тётенька что-то предлагала купить. Но мы просто такое не пьём. Мы такое не пьём. Мама говорит, я улетаю, меня держать надо. Пойдём? Туда? Куда пойдём? Туда. Туда пойдём? А, пойдём. Туда. Давай. Держись за меня. Будем переходить дорогу. Да? Я не помню. А что там продаётся? А, бургеры, да? Ну, может быть. Она говорит, мы как-то однажды ели в этой лотерии. А, помню, помню, помню. Да, мы тут кушали. Всё было. Да, я помню. Мы, напомню, что были в Далате с Лаей восемь лет назад, да? Или меньше? Шесть? Пять. Восемь. Восемь лет назад. То есть мы ходили уже везде здесь, гуляли и так далее, но это было восемь лет тому назад. А тут вообще вечером обычно всё перекрывалось и много всяких фруктиков и других вкусняшек продавалось. Ну и шмоток тоже. Да, купим, купим. Да, 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 кстати, это тоже здесь было уже. Здравия. Здравия. Мин. Клубник продаёт. Ай, смотри, ай, смотри, ай, смотри, ай, смотри. Да? Ай, говорит, что у нас недалеко от отеля есть какая-то ферма клубники. Заедем, покажу вам. Продают клубничку. Да, вот такие, говорит, лай, давай сумку возьмём и с багажем заморачиваться не будем. Ай, вонючая всё. А, свеклу продают. А? Да. Не, ну. Хочете что-то? А, вонючая. А, вонючая? А, вонючая? Ни, не, какого? А, вонючая. Абла? Да. Абла? Аблах. 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 Слай разговаривает по-вьетнамски, она их не понимает. Какая-то фурма тут есть. И что потом купим? Сейчас таскаться с этим совсем не хочется. Это маленькая белая клубничка. Маленькие перчики. Смотрите, какие они малюсенькие. Хурма. Хурму я тоже поем. Ну пойдем в Starbucks. Вон там мы нашли Starbucks. Пойдем в Starbucks. Пойдем по пешеходу. Они и так не останавливаются. Ой, цветочки. Не, у нее с собой были розы. Не знаю. Может быть. Ой, смотри, какие. Говорят, какие у тебя пляшивые и какие тут красивые. Ну ладно, я буду знать. Давай потом мне купим такой один. Вот вода. Вот вода. Дуем в пакету. Дуем в багаж. Вот проблем-то. Ой, елочки. Ой, какие у меня такой нету. А такая есть. Ну тоже им тут холодно, так классно. А мне у нас так жарко. Так здорово. Я тоже так хочу. Уууу. Да, тоже кинбай. А то... Фу, какие. Ну такой... Смотри, какой толстый, кругленький. Это помидоры, нет? Тоже, да. Ой, как прикольно. Да, кстати, тоже можно. Но тюльпаны не вырастут у нас в нашей жаре. Да, и мы вычитали, что для котов тюльпаны, для майкунов как минимум очень опасны. Ой, как тусики. Да, как тусята, как тусята. Красота. А вот аренды мотобайков что-то не видать. Ну ладно, пойдем в Старбакс, а там решим. Это что за чучело? Ууу, няй-няй кактус. Няй-няй кактус? Ого, да, классно. Такие большие кактусы. У меня такой был, ну, умер. Потому что я еще не умела за ними заботиться. Мне сказали ничего не делать. Я ничего и не делала. Оказывается, его поливать надо было. Он через полгода умер. На солнце выставлять. Ну, короче, я лошара, мне его до сих пор жалко. Я опять хочу большой кактус. Нам Леха подарили с Наташей вообще. Они уехали уже. У него, кстати, недавно же подарки вон пастилу передавали. Ой, до сих пор общаемся. Класс, короче, класс. Жизнь прекрасна. Голова немножко проходит. Сейчас кофеечек. Арендам это байка. Чтоб пешком не таскаться. И шастье будет более полным. Давай. Старбакс покажу вам. Наш. Даже не наш, а дал латовский. На улице хочешь сесть? Сейчас мы найдем где присесть. Сейчас мы найдем где присесть. Класс! Как няня. Выхвай, я на самом миде. Но люди делают гранд. Ну, окей. Кин водки. Молодцы! Каптай, это мой лучший Чем вьетнам стабак хам? Чем вьетнам стабак здорово? И не тот стабак ехать Горячее, но горячее чем нужно Ты любишь горячее? Да, я люблю горячее Я думаю, я возьму маленькую себе Чтобы потом еще где-то выведем Сейчас буду маленькие заказывать Слушайте, по поводу кофе Мое мнение, что в обычных кафешках кофе намного вкуснее, чем в Старбаксе То есть он какой-то немножко безвкусный, что ли Но он должен быть не горьким, нет Ну, короче, не то пальто Как тебе какаошка? Большая-большая какаошка Очень сладкая, говорит Ну, а че? Очень сладкая Мы, на самом деле, когда в России были 6 лет назад в Москве Там было какое-то заведение, нас отвели ребята Тверской, по-моему, не помню Ну, где-то, короче, там в подворотне Ого, там было божественное какао Лай очень нравилось Большие такие кружки, зефирки там сверху плавали Помнишь, да? Она прям... Да, да, да А второй раз мы туда пришли Ей дали какой-то маленький стакан Она там бурчала Говорит, где моя большая кружка? Где моя большая кружка? Вот так вот прям бурчала, да? Да Но потом все переделали Потом все было хорошо Так что пьем кофеечек Вот с таким видом Мне с утра написал парень, не знаю как его зовут Он предложил мне снять у него в аренду мотобайк Но у него только один дешевый, но не очень хороший Вот Ну и как бы мы проехали Съехали с этой темы Мы найдем мотобайк сами Я сейчас спросила у него просто А где может аренды какие-то на это Он мне прислал три ссылки Одна из них тут совсем недалеко Если мы сейчас снимем мотобайк Это просто ему огромный-огромный респект Надо будет его обедом угостить Чем-нибудь Вот Так что у нас вот появляются новые знакомства По шкабу еще Может таблетку выпьешь Есть муруфин с собой, да? Есть Похоже А это мини аптека Лайк говорит мини аптека Все, говорит, у меня есть Линукс 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 вроде нормально у меня сейчас Я, кстати, Линукс когда я последний раз пила? Лет десять назад Это она его убьет Из русских таблеток А что я пью из русских таблеток? Терафлю Ну тоже пару лет назад Не, ну у меня когда было вот это вот типа ковида, не ковида Я же пила что-то таблетки какие-то на третий день Мне так было плохо Пять лет назад, говорит, не я Ну да, четыре года назад, да, я пила таблетки Три-четыре У меня прям Да, у меня прям вообще меня так скрутило, что первые два дня я думала, я короче, все Я говорю, все, не ходите ко мне, не приходите Выгнала всех из комнаты Заперлась одна, говорю, уйдите от меня Я умираю Вот, но потом я выпила какие-то профены и жизнь наладилась, да? Вот, так что у меня от этого кофе еще больше голова болит Не буду пить Да А Лай вспомнила и привела отличное сравнение, то есть Далат Это Санкт-Петербург летом То есть днем у тебя вот так вот ты ходишь в маечках, жарко, там даже где-то позагорать, наверное, можно Да, когда солнышко выглядывает, все такое прям классное, тепленькое А как только к вечеру ближе, либо с утречка, либо солнышко спряталось, все трындец, ищите курбку называется Так что да, очень похоже, вот как мы были в Питере Слай О, помнишь Бобер, да? Сэм-сэм мне этот, Дима наш Прям вообще стайл Такое Сайство Вот, при том мы в Питере, когда в Питер когда ездили, мы еще такие были Ну, денег было намного меньше, и нас пригласили в гости У меня работал парень этим поваром, Бобер Как его звали, кстати? Он, короче, не говорил никогда, как его зовут, он всегда говорил называть его Бобер Вот, и у него в Питере осталась мама, и одна она там, несколько комнат квартира И мы, короче, у него в комнате, он был в Лаосе у нас, а мы у него там жили, общались с его друзьями, угощали их всякими шашлыками Там, покупали, готовили, мариновали, жарили, вот, и всячески очень прикольно проводили время Там еще с Лехой повстречали, с Линой, ну, то есть прямо здорово-здорово было Вот, приятный был трип А может мне тоже Wi-Fi? Ладно, хотя пусть А, ты сделала мне Wi-Fi? Ой, спасибо тебе большое Она мне даже Wi-Fi подключила А, ты в Вьетнам? А, ты в Вьетнам? А, ты в Вьетнам? С ней прямо разговаривают на вьетнамском Что-то там прямо ей рассказывают, рассказывают Она такая, переведи мне Я говорю, ну, да, конечно Я даже не знаю, как поздороваться на вьетнамском Мамушка Вот А, ага А, ага А, ага Хорошо Лай ржет Все приезжие Ходят в футболочках А я хожу в куртке Холодно Еще и дождик накрапывает Мы сейчас возьмем байк и первым делом поедем покупать Лай какую-нибудь тоже куртку Кто, налево, направо, прямо? Ветер, ветер Замерзшие такие Ага Такой ветрюк Ну, такие кофешки мне больше, чем в Старбаксе В следующий раз Я не допила кофе, поэтому можем сходить еще Кофе совсем что-то не алё В Старбаксе Ну, по крайней мере, мне не понравился И какаола не понравилось Ну и ладно Зато Да? А сейчас ветра нету нормально Но зато посидели прикольно Это понравилось Осень, осень, Лэн Осень, осень Осень Осень, осень Фейк, да? Она говорит, фейк Не осень Ага Гугл нас завел в какую-то подворотню Ай там Ай там Туда? Может туда? Мы пойдем туда Мы пришли А тут закрыто А тут вот у нас Thank you very much Дяденька позвонил им И кто-то идет Can we rent motobike? Ah Let's see I am sorry The motobike is still out Don't have The motobike Yeah I am sorry Bumi, да? Ok, ok Thank you Bye next Ну, нам сказали, что Мотобайков нету Все разданы Ну что, будем дальше искать Сколько там идти? 350 метров Ну чё Многие розочки красивые Еще пахучие небось Почему далат Not speak louder Can live here Sometimes На стадии вьетнамисты Не хочешь? Да, это барышня на ресепшене Которая не знает, что категория А это для motobike Она также не знает, где находится Лаос Хотя Они как бы граничат друг с другом Ну да ладно Ну это просто погода хорошая Прохладненько Да, это не так Так Продолжение следует На стадии Для него Окей. Я думаю, да. Какие-то. 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 Как мы? Я сам. Какие-то. Я сам. Какие-то. 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 Мы можем, например, пять. Папа. М draft Leo Silva. Папа. Папа. Это. Этисан. Папа. Паспорт? 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 Майн Майн Майкл 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 Майн Номер фон Майкл Миша Мне кажется надо нам какие то шапки Ммм Охм Мы оставили паспорт на ресепшене Почему паспорт не мой? Что? Паспорт на ресепшене Паспорт на ресепшене Писываем паспорт на ресепшене Ты планируешь паспорт на ресепшене Ну, а я делаю видео для... Экс. Сонсенпэт. Да. 10. Воми 10. Нет. Не есть газолин. Газолин не есть. Это хорошо. Я просто расскажу тебе... Не, я не верю за тебя в полное. Да. Не, нет, нет. Все? Да, я беру. Все? Поехали. Турнлэп мы зашли в какой-то магазин нам посоветовали а тут есть штаны под пижаму пижама в которой можно прям тепленько спать у нас и второе одеяло и пижама ну да кстати неплохо да да вполне можно прикупить а и здесь тоже фанау мотобайки нот нет только сейчас фуги ул буша и даже в уранж есть нам не бог мы для того чтобы в отеле находиться в онлайн нашли уже неплохую кофточку 1100 бат стоит это не знаю сколько 30 долларов набор штаны и кофта и этот бренд нам посоветовали какие-то местные ребятки говорят недорого и хорошего качества на эти деньги взяли лай куртку и 2 по дому ходить пижамки не пижамки короче но круто 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 жизнь налаживается на только денег поменять со скидкой нам обошлось полтора миллиона донгов 2 2 костюмчика и кофта которая ванного мину глядела для мин для племянницы курточку мы тоже ее прикупили вот практически на правах рекламы ну понятно дело что не реклама лай нашла вот этот вот обменник это даже не обменник это продажа золота там стоит такой сидит дедок вот и и меняет денюжку это здесь прям отличный курс гораздо лучше чем нам поменяли в хашимине и даже одну нашу убогую купюрку которую мы таскаем еще из бангкока с собой день и денисик нам его этот с ириной нам это задонатили но они такие не денюжку короче 2 не взяли но одну мы поменяли по меньшему курсу но все равно вообще классно чё вот так что мы наменяли еще денег поменяли 500 баксов до этого мы меняли 100 400 его сегодня еще 500 вот если обещала делиться сколько мы тут трать транжире вот и сейчас куда мы едем и сейчас мы куда-нибудь еще едем мы короче мы уже спокойно у нас есть что одеть что носить в гостинице у нас есть уже деньги да у нас такая вот курточка что было не холодно ну короче зашибись жизнь налаживается но и так-то плохой никогда не было может быть сейчас поищем что-нибудь покушать давай нам нам загугли нам нам а хочешь я посмотрю мне там советовали какие-то кафе хи по и вычитала что короче нам 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 очень нравится это такие я уже показывала старды лички которые вот этот жарят которые потом запихиваются в рисовую такую лепешку со всякими овощами и это все естся и нашла в интернете она вообще у меня золото просто выплаив то что я не люблю она все на себя взяла все вот эти карты там поиски какие-то где чё найти где чё продается куда ехать где их вообще просто мой респект ей и она нашла вот это вот место мы еще не попробовали я еще не знаю как тут будет но написано что если вы были во вьетнаме в далате и не попробовали в этом месте нам не вы короче не были в далате поэтому мы сейчас будем пробовать тетка куда-то ушла нам вроде удалось вы выговорить нам они нас вроде поняли и мы вот сейчас да ничего не не заказала просто сказала дайте нам может они еще не приветовали вот она улыбается нам у нас одинаковые панамки почти а я не знаю а это нам тоже видимо готовы так что сейчас поджарят и будем кушать вот они вам вьетнамские блюда покажу вам все камани ясня никола энергетика там влах оси я очень-очень давно я не знаю сколько лет 5 больше я не пью энергетики вообще но сейчас голова немножко болит и я решила вдруг поможет наверняка я сказала своей голове часа выпью и мне поможет на придется камеру давно забытый вкус от гула так 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 это 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 будет энергетики супер сладкая вода с каким-то не помню с чем на тайском все написано нам принесли вот тут вкусняшки давай клади вот она рисовая мука у нам какие-то еще штуки вон они колбаски тут две порции но если хватит хорошо не хватит еще закажем я думаю что нам до хрена хватит давай то тоже вот кто-то пришел что-то тут дело да покажи лай показывает своей тукте о том как выглядит настоящий нам не а то они его кромсают не так вообще вот короче у меня будут неважно просто так все делается так заворачивается кладется сюда всякие вот эти штуки заворачивается как спринкроу и естся с перчиком затяг в developed повышение после ее у этого в Tapia нет а давайте я поехали поехали мы короче поели все было очень вкусно мы почти все даже съели а вот ребят спросили где тут можно супермаркет раздобыть нам все рассказали и вообще короче все классно все здорово еще и договорилась что вечером мы еще и встретимся с отечественниками вот но про этом я расскажу немножко позже когда мне будет удобно а то я сейчас рулю с декорцией давай на этот мир уже корчат это всякие вам вот а я не снимала потому что мне четверо этот камера не не одублилась мы приехали